В интернете очень много люди стараются принести пользу друг другу, публикуя, например, 30 или 40 правил, как надо себя вести в какой-то ситуации, или разбирая подробно то или иное явление, и, так сказать, представляя, что это принесет большую пользу. И вот мне попался такой же материал, который так и называется «Опыт. Уроки и ошибки» в дневнике некого флайера. Ну, прочтем отсюда что-нибудь, чтобы понять дух этого мероприятия. «Мало кто из нас учится на чужих ошибках, но порвительно то, что единицы учатся и на своих собственном опыте. А зря, ведь наши успехи и неудачи могут помочь в будущем увеличить количество первых и сократить количество вторых. Как же извлекать уроки из своего опыта?» На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос очевиден. Не нужно повторять ошибок и, наоборот, нужно стараться повторять те действия, которые, однажды, привели нас к победе. Но на самом деле всё далеко не так. Ведь то, что в одной ситуации было удачным шагом, в другой станет фатальной ошибкой. Для того, чтобы действительно извлечь пользу из своего опыта, нужно его анализировать. Как именно это делать? Начнём с ошибок. Итак, если вы сделали что-то неправильное, не смогли достичь желаемого результата, провалили какое-то начинание, вы должны сразу же, не теряя времени, зря задать себе такие вопросы, иметь на них ответы. Лучше их записывать. Это поможет вам позже проанализировать полученную информацию. Кто виновен в том, что меня постигла неудача? Другой человек, внешние обстоятельства, или я сам. Действительно ли я ошибался, или я просто пошёл на поводу у завышенных ожиданий, поставить перед собой нереалистичную цель, которая с самого начала была обречена на провал, что я узнал из сложившейся ситуации, где я мог бы применить в дальнейшем эти знания. Благодарен ли я за этот опыт? Могу ли я превратить это поражение в успех каким-то образом? Ну и так далее. На этом я прерву, потому что занятие это, мне кажется, нерадостным анализировать неудачи. Нерадостным. И по этому поводу я написал и сэм, что интуиция нам дана, и надо уметь ею овладеть, уметь слушать её верные советы. Вот я не знаю, кто автор текста, но я не совсем согласен, что вообще надо думать и анализировать. Перенесём, например, это сравнение в область любви. Никакой анализ не поможет. Всё дело в чувстве и в интуиции. И важно уметь расслышать голос интуиции, отделяя от соблазнительного сетования страсти, поскорее удовлетворить мечту, с кем попало. Поэтому народная мудрость всё уповает на сердце, но не на ум. Действительно, человек бы не выжил на протяжении миллиона лет, если бы надо было каждый раз думать, исследовать правилам. Интуиция нам дана, и надо ей уметь овладеть, уметь слушать её верные советы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!